В центре уваги контролеров выники реализации республиканской программы по племенной справе уже вела годули и державная программа развития аграрного бизнеса. Термин деяния первого документа уже завершился, реализация другого будет притягиваться до 2020-го по отсутствию сега с подприемством вёсе шесть четыре годы, как навести парадок в Голине. Нельзя сказать, что становочных прикладов не иснуе, але в целом по области пока шики поколь не такие высокие, як чекалася. Згодно с державной программой на 2011-2015 годы от кожной коровы плановалось отримать усердением шесть тысяч триста килограммов молока. На справе летость, гэты покажек, не досягнув и пяти тонн. Яшегур ситуация за утворчостью высокоякостной яловичины – две тысячи тонн замест восьми тысяч запланованных. А в экспорте племенной живёлы сегодня размова увагу линейдзе. При сучасных закупочных ценах, навод без вудику надбавок от кожной коровы, господарки не дотримали молока на 800 рублёв. У целом по области гэта бельмя унушальная сумма. У акционерам товарицы Прутковска над удосконаливанием базы племенной живёла гадовли прасуюсь не перший год. Молоко тут основный артикл доходов, який дозволяйте очувать себе на рынку достатково упыльненно. Почас опошненько мониторингу, знажных порушеньев специалисты державного контроля у гэтом предприемстве не выявили невеликой заваги тычинец оформления документов, але их худко ликвидовали. За 2015 год хозяйство надоело 5 тысяч 2 литра молока, за 2016 – 6.048, и на 2017 год у нас планка такая 6-100. Немножко увеличили, но и я думаю, что мы с этими показателями справимся. По коммунальным сельско-господаршим монетарным предприемствам 50 год БССР, в також Калинковских районах, ситуация супрось леглая. Но вот на новой ферме молоко хоть и сдают гатункам экстра, але надои от коров тут суправнале надоем и откос. После опошненько визиту контролёров, керувник господарки от займаемой посады вызвалили. Выконывающий обовязки директора Виктор Века, керувник господаркой только месяц, але у причинных проблем поспел разобраться. Кажа, коли ненависти парадок с кадрами, господарка, якая некой была лидером у глине, помогу ли трапить у категорию стабильных стратных? Самая проблема сейчас за техникой найти, чтобы она вот эти все вопросы смотрела. Кормление смотрела, воспроизводство стада, сортировку стада. То есть вот эти все вопросы надо просматривать и прорабатывать. Если этого не будет, то будущего здесь никакого не будет. Кадровое питание в справе развития племенной живилогадовли сегодня сирот самых актуальных. Молодые специалисты зынших регионов после отпрацовки, как правило, о сподарках не застаются. У комитета держконтроль выполнены, необходимо робить ставку на властные кадры. Тем больше, что на Гомельщине есть мягчимости для их подрактовки. Дефицит за техников-селекционеров составлял около 75%. Техников-ассиминаторов около 20%. При этом хочется отметить, что у нас в Речице есть сельскохозяйственный колледж, который готовит таких специалистов. Ну, имеется в виду техников-ассиминаторов. И, в принципе, было бы желание направить туда лучших доярок, лучших работников фермы. За 3-4 месяца выходил бы специалист. Специалист, который бы не только занимался селекционной работой, но зарплата была бы его уже выше, как специалиста. Ну, здесь надо желание, я считаю, руководителя хозяйства. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель», Калинкевский район.